Компания «Фудсервис» представляет аппарат сахарной ваты пчелка «Сота». Аппарат получил название в виде «Соты», потому что он сделан по форме «Соты». У аппарата конструкция полностью совпадает с конструкцией китайских аппаратов, головка, в которой строим ТЭН, которая очень быстро нагревается за 2-3 минуты и имеет меньшую инертность, чем аппараты «Томми Джерри» и «Пчелка Модерн». У аппарата также можно отметить наличие вольтметра, который можно четко установить температуру, кнопка включения вращения, регулятор нагрева. Также есть предохранитель и привод заземления аппарата. Уловитель в данном аппарате очень компактный, сам аппарат тоже очень компактный. Мы можем видеть, перед работой надо опустить вот эти транспортировочные винты, опустить, вниз их открутить. Кожух устанавливается на мягкие резины. Также есть резинный люк, где можно заменять и инспектировать щетки, только приемные. Головка аппарата достаточно проста в конструкции, легко чистится, обслуживается. Форма в виде соты. Для работы нам понадобятся палочки, которые можно всегда перевести на компанию «Фудсервис», и ложка для сахара, ну и, собственно, сам сахар. Диаметр аппарата, как мы видим, диаметр уловителя 38 сантиметров. Высота аппарата с уловителем 39 сантиметров. И это, пожалуй, самый компактный аппарат на сегодняшний день. В уловителе предусмотрены специальные пазы для подачи воздуха в аппарат. Также ребра жесткости для жесткости уловителя. И конструкция аппарата достаточно удобна, чтобы его куда-то переносить, брать в автомобиль, загружать много места не занимает. Итак, включаем аппарат вращения, добавляем температуру на максимум. Вольтметр устанавливается на отметке около 220 градусов. В дальнейшем, когда он вата уже будет идти, надо будет устанавливать сразу температуру в районе 180 вольт. И берем предварительно подготовленную палочку, набираем сахар и засыпаем в головку. И ждем 2-3 минуты, после чего надо будет собирать дичь ваты. Прошло около 3 минут, и мы получаем уже первые рядки ваты. Как мы видим, вата достаточно медленно вылетает, поэтому мы не убавляем температуру. Значение остается на вольтметре на зеленом значении, которое плюс-минус 200-220 вольт по напряжению, которое поступает на головку. Но в то же время смотрим за интенсивностью выдачи ваты. Если вата начинает очень интенсивно вылетать из головки, температуру надо убавлять, и стрелка в вольтметр должна курсировать где-то в районе 180 вольт. Как мы видим, аппарат выдает вату вверх. На таком аппарате легко мотать всякого разного вида цветочки. На этом же аппарате, за счет того, что загрузка идет с сахарной ваты на одну порцию, можно очень быстро менять цвета ваты. И достаточно экономно аппарат работает. Выдает вату на одну порцию, одну-две лодочки достаточно. В то же время необходимо отметить, что есть некоторые отходы. Это нормальный режим работы аппарата. Эти отходы, смешивая с сахаром в пропорции 1 к 4, 1 к 5, можно также использовать. Давайте попробуем сделать еще одну вату. Высыпаем, вылетает вата. Зависимо от нагрева головки, мы видим, что вата может вылетать шире фронтом и лужи. На данный момент мы видим, что температуру можно убавить, и она будет вылетать, скажем так, более... Вот это мы немного убавили. Вот так вот. Если головка перегрета, а очень быстро вылетает вата, обычно такая вата очень маленькая, тогда не хватает одной-две ложки, надо добавлять больше сахара. И когда головка работает в оптимальном режиме, с одной-двух ложек мы получаем порцию. Поэтому надо следить за температурой, чтобы не перегревалась головка, и, соответственно, вата не получалась очень маленькой. Вот, убавляем нагрев. Вот, производительность данного аппарата, надо отметить, что она меньше, чем у аппаратов типа Пеша Вова и Пчелка Е, потому что здесь нагрев идет всей головой. Вот, нагревает ТЭН голову, после чего нагревается аппарат. Но зато на этих аппаратах можно делать цветочки. Для эксперимента мы не убавляли нагрев и оставили нагрев на максимуме. И мы увидели, что сахар практически на лету превращается в карамель, и вата не вылетает. Характерно, если вы увидите себя на ободе вот такой карамель, значит, на уловителе, значит, вы перегрели голову, и надо обязательно убавлять нагрев, вот, и ждать, пока голова остынет. И когда она остынет до приемлемой температуры, надо четко уловить то напряжение, при котором голова будет у вас работать четко, выдавая вату, а не карамель. Вот, когда она чуть остыла, вы убавили... Как только в идеале запускать аппарат на максимуме, как только она нагрелась, начала выдавать вату, убавлять на 180 вольт. Тогда мы добавляем сахар и получаем нить. Вот если головка перегрета, она выдает вату не четко вверх, а на уловитель. Вот как вот у нас сейчас видно, что мы температурный режим выбрали не совсем корректно. Вот. В таком случае немного ждем. Охлаждаем голову, убавляя нагрев. И поймав вот этот оптимальный режим работы, это напряжение на голову, которое дает оптимальный нагрев головой, мы можем работать четко, получая цветочки и другие узоры, которые нам нужны. Вот. Вот, охладив голову, мы получили оптимальное напряжение, оптимальный нагрев головы, и мы видим, как в таком случае красиво наматывается вата. При этом вата летит точно вверх. Мы можем добавлять сахар и получать новую порцию ваты. Также характерная особенность этих аппаратов есть, что тент стоян в голову, и за счет этого аппарат быстрее как нагревается, так и охлаждается. На этом обзор наш закончен. В дальнейшем мы планируем снять более качественное видео, на котором мы расскажем, как аппарат будет работать уже основываясь на отзывах наших клиентов. Спасибо за внимание. Также забыли сказать, как правильно выключить аппарат. Для правильного выключения аппарата обязательно убавляем нагрев на минимум. Стрелка вольтметра возвращается в исходное положение, положение 0. После чего оставляем вращаться еще голову в районе 5-10 минут. А если за это время подошел клиент, мы просто добавляем нагрев и работаем. Если никого нет, убавляем, оставляем вращаться голову еще около 5-10 минут. После того, как по истечении 5-10 минут головка остыла до безопасной температуры, мы выключаем вращение. Продолжение следует...